Всем доброе время суток! Когда бы вы нас не смотрели, когда бы вы не присоединились, пусть добро умножится в вашей семье, в вашей жизни, в вашем сердце. Чем больше добра мы принимаем внутрь себя, тем больше мы это можем отдать, потому что мы не можем давать то, чем не владеем. И как легко овладеть человеком, когда он устал, когда он обременен, когда он негативно мыслит, как легко прийти негативным и чувствам, и настроению, и состоянию влияния на окружающих. Чтобы с нами этого не происходило, давайте будем внимательны к тому, что мы чувствуем и почему мы это чувствуем. В связи с чем я переживаю то, что я переживаю. И тогда, когда ты задаешь себе подобные вопросы в процессе жизни, то ты начинаешь более глубоко отслеживать, а стоит ли это вообще моих переживаний? А могу ли я что-то изменить от того, что я переживаю? До какой степени это касается сегодня меня и моих родных и близких? Либо это касается просто моих, может быть, эгоистических состояний, которые сейчас зацепил кто-то? И вот мне плохо. Если так, то ты легко с этим разберешься, ты легко тогда сможешь понять. Вот, оказывается, я оказался там, где эгоистическая природа вскрылась. И может ли тебя это порадовать? Или ты сразу огорчаешься от такого открытия в своей жизни? На самом деле, друзья, если мы реально понимаем, что Бог периодически к нам приходит с зеркалом и дает что-то увидеть, и когда мы это начинаем понимать и чувствовать, не надо закрывать глаза на это, не надо оправдываться, не надо говорить, что кто-то виноват, что ты так себя почувствовал, что ты так себя повел, что ты сказал такие слова. Не надо это делать, это лишает роста, это лишает возможности освободиться от неправильного груза, чтобы потом полноценно двигаться вперед. И для того, чтобы мы с вами могли быть честными сами с собой, то поэтому нам надо понимать алгоритм размышления над каждой ситуацией, которая в нашу жизнь приходит. И на уровне чувств, и на уровне последствий, если мы приняли какие-то решения, и они не оказались правильными, последствия, они будут кричащими, а значит, я смогу из этого тоже делать вывод. И опять же, повторяюсь, не надо никого в данном случае обвинять, это ты делал выбор. Да, может быть, по влияниям лжи, может быть, под влиянием каких-то манипуляций, но именно для того, чтобы нам оказаться под защитой Божьих крыл, нам надо понимать, что манипуляции — это совсем не то, на что я хочу вестись, а обнаруживать их как можно быстрее. И вот этот критерий истины, который в нас вселяется через то, что мы Словом Божьим пропитываем свои сердца и свой дух, вот этот критерий истины мы еще можем назвать интуицией. Когда ты вдруг начинаешь понимать, а вот это ложь, тебе еще никто не сказал или не увидел ты результаты, но внутри понимаешь, что здесь что-то нечистое, ты не хочешь с этим иметь отношения и дело. И да благословит нас Господь быть людьми, которые изнутри пропитаны вот этим критерием истины за счет Божьего Слова, которое в нас вселяется или может вселяться могущественно. Кто-то дает ему вселяться, а кто-то нет. Кто-то принимает букву Слова и убивает других и тем отвращает людей от Писания, а кто-то принимает животворящий Дух Слова и этим делится, и глаза у других открываются, которые раньше слышали только убивающую букву, и вдруг говорят, ой, оказывается, оказывается, это может увлекать. Я желаю, чтобы Божье Слово нас действительно увлекало, и увлекало за собой масштабно, глубоко, качественно, и чтобы оно, вселяясь в нас, производило тот критерий истины, который в этот век лжи может обнаруживать, как при светильнике обнаруживается любая тьма и убегает. Либо тараканы во тьме, когда свет включен, они сразу разбегаются, если где-то вы когда-то видели такую картину. И то, что мы сегодня уже прочитывали, как Бог разбирается, вернее, то, что мы говорили в предыдущих программах, как Бог разбирается с царями, с начальствующими, с властимущими, и вот эта глава сегодня завершается у нас, двенадцатая, и мы с вами можем читать как заключительный аккорд. Когда люди договариваются о чем-то и теряют здравый смысл с учетом, с учетом дьявольских предложений. Вы помните, что когда-то Иисуса искушал сатана и говорил, что я дам все царства мира тебе, если падше поклонишься мне. Говорил ли он правду или неправду? На самом деле есть Бог, у которого вся власть над всем миром, но у князя этого мира есть временные полномочия на ту землю, которую он захватил наглым, ложным путем. Теперь уже эта земля выкуплена на Голговском кресте, выкуплены жители этой земли, но теперь важно, чтобы люди, узнав об этом, стали жить в соответствии выкупленного состояния, не как рабы, не как пленники, не как те, которых легко обмануть, а как те, которые понимают, Господь, Ты мой полководец, Ты тот, который позвал меня в это путешествие, и я не хочу оставаться в стороне от Твоей воли, я не хочу быть подавленным дьявольской волей, и поэтому тогда, когда мы начинаем эти вещи различать, тогда мы понимаем, что у Бога есть возможность прийти к любому царю, который сегодня по предложению, которое когда-то звучало Христу, многие цари, если не сказать все, испытываются на этот предмет. Я дам тебе власть, если, падши, поклонишься мне. И по всей вероятности, сегодня мы тоже уже имеем ряд информации, что люди идут на эти шаги. Те публичные вещи, которые публикуются сегодня в разных источниках СМИ, когда открывался тоннель, что происходило там, происходило то, что называется безумием и сатанизмом, открытым сатанизмом, значит, все-таки люди принимают это решение самостоятельно, потому что было предложение когда-то, которое пришло ко Христу, а ведь он, царь над царями, его так поставил Бог, так определил ему быть, именно потому, что он поклонялся только Богу, а не стал поклоняться всем предложениям нечистого мира. И поэтому сегодня кто-то из царей может отказаться, а кто-то так и не смог отказаться. Не мы сейчас взвешиваем кто, на какой позиции, это Божья часть взвешивать, но по плодам мы можем узнавать. Плоды очень говорящие. Плоды, они говорят не только за какую-то отдельную личность, они говорят за действия врага на территории земли, которую он пытается сегодня набросить как сеть на сознание людей, набросить и увлечь этой сетью как можно больше людей, и даже, как написано в Писании избранных. И поэтому наша с вами задача, друзья, не оказаться вот в этих силках, вот в этих сетях пойманными, а быть людьми, которых Господь может просвещать очи, просвещать сердце, давать понимание того, что от того, что ты поклонишься врагу, ты не станешь сильней, а ты отдашь свои полномочия как личности, отдашь полномочия как царя, а значит на твоей земле, в твоей стране начнут происходить такие события, от которых может в ушах зазвенеть. И то, что мы с вами читаем, отнимает ум углав народов земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Вот тогда, когда люди начинают вдруг понимать, а куда я зашел, а что происходит, а выйти уже не получается. Лабиринты. А выйти уже никак, потому что там капканы расставлены. Там уже обратная дверь не работает, только вперед. А вперед это опять и опять в состоянии ловушки, заблуждения и безысходности. И если мы посмотрим сейчас смысловой перевод до конца этого текста, он лишает мудрости и разума царствующих над народами земли и оставляет их в заблуждении бродить по кругу пустоты, где нет выхода в жизнь. Я думаю, что слава Богу от того, что мы не знаем, что переживают цари. Что они переживают, когда остаются наедине с собой? Что они переживают, когда они начинают понимать, что захлопнулась дверь и назад уже нет хода? Как это передать людям и так далее? Кто-то скажет, ну этого и не может быть, все-таки каждый там царь имеет свое право. Да, право имел и имеет на определенном этапе. Но иногда даже не выйти на царство, если, вот то, что мы сказали, искушение Христа, я дам тебе царство, когда ты падше поклонишься. То есть кто-то уже туда попал, если не сказать большинство, исходя из этой практики. И вы знаете, друзья, я сейчас не пользуюсь СМИ в данном случае. Я не пользуюсь информационными источниками, которые сегодня разноплановые. Я сейчас говорю о Божьих принципах и о том, как работает враг. Я беру самые древние постулаты, которые описаны в Священном Писании, потому что Иова книга одна из самых древних или самая древняя считается. И беря вот этот текст, я начинаю видеть, почему люди там оказываются. Потому что сравнивая с Новым Заветом, где говорит об этом Христос, что Он говорит, как Он говорит и как Он противостоял, что Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. В личных контактах, как я слышала, свидетельства друзей или там детей друзей, которые продвигались хорошо в жизни по финансовой стороне, как предлагал дьявол сотрудничество и сказал, что я богачу тебя, я сделаю тебя знаменитым, больше и больше, уже успешный человек, но я тебе дам много. И вот такого плана предложения, если они даже на уровень обыденного, обычного человека, либо чуть-чуть продвинутого вперед уже так предлагаются, то насколько это делается с теми, кто приходит во властные структуры. Поэтому наша с вами задача, друзья, молиться о том, чтобы Бог распутывал эти лабиринты. Потому что это не в нашей с вами компетенции понимать, что переживают люди, находящиеся в позиции власти и в то же время уже запутавшиеся в какие-то лабиринты. И если мы посмотрим, что происходило с Науходоносором, царем первым системы Вавилона, известным нам в таком масштабе, то мы обнаруживаем очень там интересные вещи. Потому что ему сон приснился, а он встревожился от этого сна настолько, что покоя не может найти. И эта тревога по состоянию собственного сердца привела к его категорическим решениям. Пусть придут вельможи, все имеющие власть или имеющие мудрость, мудрецы всего Вавилона, и скажут мне, какой сон я видел, и его разъяснят. То есть это до уровня безумия опять же пришел человек, кто может рассказать тебе сон, который видел ты. Но однако он понимает, что его это тревожит, а ему как царю надо получить ответ. Поэтому если не дадите ответ, все будете убиты. На что он рассчитывал? Убрать всех мудрецов, а потом самому остаться с этой тревогой? Но однако опять безумие, безумие приводит человека к таким решениям. И если бы не Даниил, то мы не знаем, как много погибло бы тех мудрецов в Вавилоне, которые там в то время жили. Поэтому когда мы с вами видим, что Бог лишает разума и мудрости, сейчас я читаю уже смысловой перевод, царствующих над народами земли, он лишает, либо он дает. И знаете, как Давид благословлял своего сына Соломона, и Бог положил на сердце Соломона попросить у него мудрость, как только встал на царство. Вот разница, откуда ты будешь черпать совет, откуда ты будешь брать для себя информацию, какими ценностями будет устилаться твое правление. Потому что когда-то Бог сказал одному из царей, твой отец заботился о бедных и нищих, и ему хорошо было. То есть тогда, когда кто-то заботился, как прокормить людей, и ему хорошо было. А вот ты живешь совершенно по другим принципам, и потому твое имя больше не будет именоваться, из твоего рода больше никто на трон не выйдет. И об этом он дал повеление земле, и сказал через пророка сказать земле, о земля, 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 слушай слово Господне, чтобы никто из дома Ихонии не встал больше на трон. Это те повеления, которые Бог начинает выдавать, тогда, когда он разбирается сам с царями. Я очень благодарна Богу, что нам не надо это делать самим, а Богу мы отдавать можем все. Все, что нас волнует, все, о чем мы переживаем, все, что до наших ушей дошло, до наших глаз, либо мы сами что-то видим, либо тревоги, которые приходят, отдавать нашему Богу, у которого вся власть и все могущество. И потому, друзья, мы с вами сейчас в молитве согласия молимся о ситуации, в которой мы живем. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты знаешь, почему сегодня заблудились цари, почему сегодня ходят там, где нет путей, почему оказываются в лабиринтах жизни. Но я прошу Тебя, Господи, приди туда со своим освящением, приди туда с пониманием, что делать и как делать, о тех странах и царях, за кого мы молимся, как жители и граждане, в данном случае России. Я благословляю тех людей, кто молится за свои страны, где Он живет. И мы принимаем Твою благодать и милость. Мы принимаем Твое благословение, которое обильным образом изливается на наши судьбы и наши жизни, для того, чтобы нам ходить там, где пути есть. А если их нет, прокладывать пути для населения. С Тобой это возможно. И потому тогда, когда многое забыто, заброшено, как Твоя истина, в какой-то сарай человечества, а мы достаем, снимаем пыль, молимся и благословляем людей на развлечение истины от лжи, через то, что критерий истины входит в наши сердца при чтении Писания. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»